Вот, заказали через интернет грибы. Не знаю, получится, не получится. Так, даже не знаю, тут что-то инструкции нет. Это, наверное, вскрывать можно будет. Ну, скоро посмотрим, наверное. Как я понимаю, мицелий, а то в том, что мы будем выращивать попилки. Это мешок куда складывать, как я так понимаю. Мы будем изучать. Теперь пересыпьте субтракт в килограмм и в пакет. Залейте полтора литра кипятка прямо в пакет. Пакет держит высокую температуру. Через 10 минут перемешайте. Дождитесь полного остывания. Не менее 8 часов. Мицелий может быть белого цвета и слипнется. Разомните мицелий. Если это требуется, перед посадкой зерна должны быть разделены друг от друга. Добавьте мицелий в субстрат. Затем тщательно перемещайте полученную смесь. Вверх пакета плотно закрепите скотчем. Отравите квадратное отверстие в коробке и поместите готовый блок в эту коробку. Сделайте надрез 5 сантиметров в пакете. Через этот надрез будут расти грибы. Установите коробку вместо температуры 22-25 градусов. Не ставьте коробку возле открытого источника тепла, батареи или иных обогревательных приборов. После появления зачатка в 3-4 недели, 3-5 раза в день слегка увлажняйте поливеризатором плодового тела гриба. Не увлажняйте субстрат до появления грибов. Когда грибная гроза достигнет размеров крупной ладони, его можно потребить в пищу. Все работы должны быть чистыми инструментами проводиться. Обработанный кипятком или медицинским спиртом. Руки и рабочие поверхности тщательно обрабатывают спиртом после каждого периода. В противном случае вы можете заразделить плесень или лишиться уважаемого. Будем работать по инструкции. Пересыпаем субстрат в прилагаемый пакет. Так, как он такой сухой, он скорее всего разбухнет. Ну, ждем теперь чайник. Так, сейчас мы добавим воды. Якобы этот пакет держит высокую температуру. Посмотрим. О, горяченькая. Десять минут прошло. Это перемешать сказали тут по инструкции. Написали и сказали. Все, ждем. Восемь часов. Через восемь часов будем мицелий смешивать с этим субстратом. Вот и наступил вечер. Прошло восемь часов. По-моему, даже больше. Сейчас мы будем смешивать мицелий вот с субстратом. Вот такая масса нашего тела. Сейчас мы тут в скалом мицелий. Так, значит, это надо нам сюда высыпать как-то и размешать. Так, значит, это надо нам сюда высыпать как-то и размешать. Так, все, надрез сделали. Сейчас мы поставим, вот решили наверх шкафа. Будем смотреть, теперь наблюдать. Все, ждем. 24-го, 10-го посадили. Сегодня 25-е. Пока ничего вроде не видать. Я сперва думал, вроде это мицелий, но это конденсат на пленке. 26-е, 10-е. И вот, как мы видим, вот такие белые, такие вот точки появились. Очаги такие, образование мицелия. День 7-е ноября, красный день календаря. Посмотри в свое окно, все на улице красно. Люца флаги у ворот, пламенем сияя. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, народ, там бежит трамвай. Всюду старый млад празднует свободу. И летит мой красный шар прямо к небосводу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Прошло 3 недели. И у нас здесь на кухне выросли вешенки. Но так как здесь воздух очень сухой, вот тут даже вот видно, шляпочки они подсохли, и они несколько жестковатые такие. Да, все-таки надо влажность здесь очень большого, 85%. И вот сегодня мы вот спустя 3 недели решили оторвать. Сейчас попробуем. Вон оно что как. Ну тут я это вот остатки воды, конечно, я тут вот немножко побрызгал. Думал, что может это спасет. Но все равно что-то видно, сморщились. Мы никогда не ели эти вешенки. Мы даже не знаем, как их готовить. Грибами пахнет. Сейчас попробуем разделить. Одну часть, небольшую половинку зажарить, а другую сварить. Сейчас попробуем обеззаразить огнем. Какой-то один американский канал такой был. Там человек так делает. КОНЕЦ Но вот это мы выбрасывать сейчас не будем. Мы сейчас попробуем тоже на две части разделить. И попробовать вырастить вот якобы вот эта вот белая часть. Это тоже мицелий здесь может быть. Если разделить на две части, мы одну часть попробуем заразить в вареную перловку. И осенью я здесь набрал березовые листья. Тоже отварю для обеззараживания. И попробую там перемешать вот эти грибы. И что получится? Ну это, конечно, уже будет другое видео. Сейчас самое главное мы вот это сделаем. В общем, сейчас мы разделим на две части. Отварим одну часть. Одну зажарим. И потом посмотрим вкусовые качества. Ну вот вроде бы пожарили. Да вроде ничего. Очень ничего, неплохо, вешенки. Первый раз ем. Вот тут у меня укропчик, чесночок. Сушил, у меня ферментация укропа делал летом. Видео тоже есть. Вот самогоночка такая. Тоже сам делаю. На кедровых орешках. А самогонный аппарат из скороварки. Ну, в общем, тоже видео есть. Вот это у нас вареная вешенка. Майонез. Тоже сам делаю, кстати. Лук тоже сам сажал. Майонез вообще делается полторы-две минутки, не больше. Да, потихонечку перехожу на такой автономный вид жизни. Я вот это не пробовал еще. Я решил вот так сделать, как это раньше делал. Обычно с майонезом, с луком я делаю опята, когда в лесу наберу. Попробую. Ну, что-то. Ну, что-то так же, по-моему. Ну, в общем, выращивать можно, по-где-то. Вполне садобно. Я заклю. Ну, что-то так же. Так-то эти жареные, как их, эти вешалки, так-то повкуснее были. До сих пор. И так же. Продолжение следует...